окей еще нажать здесь никак не могу честно говоря привыкнуть к этой платформе почему-то уже какой раз и все равно как-то мне не очень так воспринимаем ну ладно важно еще раз всем привет спасибо что присоединились и вот сегодня будем разбираться в таком сложном вопросе как поисковая оптимизация на самом деле честно говоря даже для меня она тема сложная она такая как бы для меня она такая очень обширная и вот тяжелая она в том что нельзя получить результат сразу поэтому наверное кажется что она немножко очень такая неподъемная и если как бы человек не является специалистом да кажется что то есть вот три буквы seo они какие-то страшные но попытаемся показать что на самом деле не все так как бы страшно и можно своими силами что-то сделать и сегодня поговорим об инструментах и вообще о чем о том что такое вообще поисковая оптимизация пару слов спасибо за площадку которая предоставлена фонду фокус медиа это фонд социального развития охраны здоровья и благодаря им мы используем бинар .ру и пару слов о себе меня зовут алексей ницца я являюсь вент редактором теплица и автор видео уроков помимо всего прочего я пишу всякие статьи по поводу технологии интернет и так далее и все что касаемо мероприятий то есть какие-то взаимоотношения либо инфопартнерство тоже пишите мэйл мой есть прямой и любые вопросы также отвечу что такое видео уроки мы еще называем их онлайн уроками это такие небольшие видео уже их порядка шестидесяти двух то есть действительно самом деле же много видео и такие небольшие видеоролики которые рассказывают о том как пользоваться программа или в основном это конечно онлайн сервисы вот и цель какая это сделать вашу работу более эффективно либо вообще узнать что же вообще возможно сделать и действительно сейчас там такие интересные ролики появляются поэтому смотрите я думаю что будет полезно и в таком видео контенте это легче воспринимается чем какие-то статьи поэтому там потратив там 5-7 минут возможно вы можете сделать вывод о том что там начать пользоваться каким-то ресурсом или нет естественно что мы рассказываем основном бесплатно то есть все что мы говорим это бесплатно можете делать самостоятельно касательно так тут есть у нас вкладка вопрос оказывается так хорошо да кстати можно писать по вкладку вопрос и это буду отвечать по мере поступления и так и по поводу записи вебинаров да мы ведем и так как я делаю еще вебинар записи как своего экрана просто тогда качество звука были лучше вот поэтому я это выкладываю на youtube то есть в презентации все картинки кликабельны то есть вы можете с помощью там нажать на просто на картинку перейти по ссылке соответственно увидите этот плейлист на нашем канале и естественно что на нашем сайте также есть записи вебинаров вместе с презентациями то есть надо просто найти вкладку мероприятия и там найти вебинар и посмотреть все те вебинары которые у нас есть и они действительно там интересно их много и о чем же мы сегодня поговорим значит план такой и план уложиться где-то в час и поговорим о таких простых может быть вещах но они действительно очень важны так сейчас секунду значит мы поговорим о том что так вообще поисковые запросы что такое ключевые слова как формируется вообще поисковая выдача что такое seo и какие инструменты существует и я специально как бы убралась всякие сложные хотя бы оставил те которые для понимания обычных людей вообще они как бы были такие восприимчивы потому что если говорить про google adwords или про яндекс директ все таки это немножко другая тема но тем не менее да и это тоже можно использовать для оптимизации но это очень сложно на самом деле и вот важное замечание хочу сделать что все что мы будем сегодня говорить это мы будем говорить все таки плоскости такой некоммерческой деятельности то есть в основном это примерно пример для какой-то некоммерческой организации которая там например у нее есть сайт да и главной целью является не продажа чего-либо конкретного да а именно привлечение как бы внимания к той информации и кто и деятельности которую она ведет поэтому мы сейчас говорим больше не о коммерческом таком факторе потому что если мы говорим о поле движения коммерческих услуг то есть собственно это продажи да и вот продвижение продаж это несколько другой вариант но мы сегодня будем говорить вот какую-то общее такое и более такой приземленная да когда есть обычный сайт и мы хотим просто сделать так чтобы наш сайт больше читали как минимум двигаемся дальше и как ни странно но вам повезло тем кто живет в москве так случайно получилось что завтра будет митап как раз на тему всего продвижения сайтов он будет 7 часов вечера соответственно он будет проходить при поддержке mail.ru к сожалению не вижу кто будет но в общем будет именно специалист из этой области и это будет человек который расскажет конкретно какие-то профессиональные вещи то есть я не являюсь как бы профессионалом всего продвижения да и моя цель как бы во всех наших вебинарах это показать что обычный человек обычный пользователь интернета может что-то сделать самостоятельно не обладая какими-то специализированными навыками поэтому я просто вам представляю какой-то срез знаний который существует и чтобы вы поняли что в принципе это реально а завтра если вы в москве живете вы можете прям бесплатно пойти на этот митап записаться и послушать именно какие-то профессиональные рекомендации и потом у нас естественно на сайте будет пост релиз вы также можете почитать и посмотреть если вы не живете в москве итак вообще начинаем тогда и поговорим о том вообще что такое поисковые запросы результата выдачи ну такой странный вопрос да наверное наверное вы все об этом знаете как бы ну и все знают что есть поисковики и так далее и то есть все наверное ищут информацию вопрос в том что это именно конкретно вообще что такое поисковый запрос просто ну такие банальные вопросы нужно наверное как бы о них рассказать чтобы мы не путались каких-то вот в определениях да и понимали одно и то же итак поисковый запрос это такая информация для поиска и для поисковой системы то есть мы вводим запрос поисковую систему поисковая система это например яндекс это google и так далее ну то есть на самом деле существует очень много поисковых систем просто самые распространенные две яндекс и google надо сказать что в россии до сих пор еще очень сильно как бы по количеству все-таки преобладает яндекс но google становится все более и более и более и более значимым тоже так вот и поисковый запрос в основном это либо одно слово либо несколько слов да либо это фраза и часто используется расширенная возможность заказа запроса поисковой системы но об этом наверное знают не все это например когда вы можете с помощью определенных символов кавычек знаков вопроса плюсов минусов искать определенные вещи на определенных сайтах и так далее но действительно это уже таки для продвинутых пользователей и в основном как мы знаем все ищем просто с помощью там слов причем совершенно неважно там например в каком наклонении в каком падеже и так далее поисковая система это воспринимает так адекватно и мы находим то что мы ищем обычно то есть мы сегодня будем говорить про обычные поисковые запросы которые люди пишут а что же получается в итоге да когда мы написали поисковый запрос например в яндексе или гугле что дальше происходит нам после того как мы писали запрос нажали там найти да нам поисковик подает результаты так что такое результаты эта страница поисковой системы выданная по результатам запросов пользователя и содержит ссылки на те ресурсы которые собственно релевантный запрос вот слово релевантный здесь очень важно нужно это понимать то есть это наиболее полное совпадение вашему запросу и я сейчас позже покажу что это такое то есть вот нужно очень понимать что чем релевантнее чем больше соответствует как бы результат поиска вашему запросу запросу пользователя тема этот запрос будет выше соответственно если вы будете например правильно строить ваши материалы таким образом что они будут соответствовать запросам вашей целевой аудитории то ваши материалы ваш сайт будет подниматься самостоятельно выше и да вот и это важно понимать и опять же вот наверное не знаю ну как бы я например раньше всегда воспринимал что seo оптимизация это такая штука когда ты приходишь какую-то организацию там плачешь деньги они тебе поднимают твой сайт в топ 10 например в яндексе ну я думаю что многие об этом так думают как бы на самом деле совсем не совсем так во первых то что вы например заплатите деньги и ваш сайт появится в топе да это совершенно не говорит о том что то есть если вы не продаете например какие-то там товары то бессмысленно это просто потому что спустя день два три неделю вы просто опять уйдете и то есть ваши деньги будут потрачены совершенно зря конечно другое дело когда вы продаете какой-то товар когда вам надо его быстро продать чтобы люди быстро увидели вас да то есть вот по сути здесь не очень работает и все оптимизация вообще поисковая оптимизация такая очень длинная история которая там полгода год и нужно систематически этим заниматься это нельзя сделать за один раз просто взять там да один раз запомнить все правильно и оставить и через полгода у вас все прекрасно совершенно нет то есть это нужно делать постоянно и вот хотел да еще тут ссылка на seo пульт это просто такая организация одна из немногих да которая собственно занимается продвижением сайтов но почему я привел эту организацию потому что у них есть очень интересный раздел на сайте называется словарь и там вы можете найти любое значение вообще любой фразы вот все что связано с продвижением seo и так далее то есть на самом деле это действительно очень просто интересно и вот если какие-то там есть недопонимания или хотя бы просто вообще понять что едет да можете туда обратиться и перейти по этой ссылке посмотреть также там есть очень много интересных разделов статей также полезных для вас будет поэтому в принципе конечно необходимо просто читать и заниматься этим и ну это опять же говорю это все возможно то есть если вы человек который там ведете свой сайт или у вас есть там какие-то волонтеры или еще что то в принципе это все реально делать самостоятельно на это нужно просто только ваше время и там ну какое-то упорство немножко и например как выглядит ну там поисковая выдача например в гугле если я ввожу теплицы социальных технологий да то вы кстати если плохо видно вы можете развернуть в полный экран у вас есть справа сверху в окошке где презентация там такая кнопочка развернуть то есть рядом где закрыть закрыть не надо надо развернуть хотя что-то больше не становится ну в любом случае и как вы видите ну то есть это как бы релевантный запрос да если я ввожу название теплицы социальных технологий то наверное ну там не много таких организаций или вообще таких понятий да и собственно вот как бы наша организация на первом месте на это совершенно ничего не значит да то есть это совершенно не говорит о том что люди значит теперь смогут найти наш сайт он хорошо как бы виден и так далее совсем нет то есть люди же не знают что нужно ввести вот это словосочетание поэтому вот многие также ошибочно радуются тому что вводя например в поисковик свои названия организации они видят его на первом месте причем двояко ошибаются первый раз это когда они вводят и видят результат и при этом они например в гугле просто видят свои результаты я тут преднамеренно ведь не зашел свой аккаунт и это как бы из инкогнито то есть когда вы в своем аккаунте тем более вам показывать те результаты которые вам релевантные соответственно и второй раз они думают что как классно теперь у нас как бы все сайт на первом месте и можно ничего не делать то есть вот ну как бы это самая такая простая и самая банальная но большая ошибка и например вот как выглядит поисковая выдача в яндексе то есть я ввожу теплиц социальных технологий во первых а здесь много рекламы да как мы видим справа такой блок из яндекс директ да и все что касаемо там производства теплиц завода там изготовление теплиц да там так далее но это забавно вот и как мы видим еще сверху есть реклама то есть в принципе это неплохо да возможно кто-то пользуется этим да и кто-то нажимает но например лично у меня есть такое понятие как там ну там слепота то есть я вот условно не вижу эти блоки вообще я не обращаю внимание на них совершенно поэтому как бы ну я не знаю возможно кому-то это там помогает и я вот не знаю может быть это у меня так вот просто например в гугле вообще реклама нет я не знаю может я ее отключил конечно но вот как бы почему я еще пользуюсь гуглом потому что там просто нет рекламы таким образом вот да что такое поисковый запрос окей и теперь переходим дальше это вопрос о том что такое ключевые слова или по-английски keywords тоже на банально какие-то вещи но опять же их нужно знать и так ключевые слова что такое общая это слова ли словосочетание которые представляют собой поисковых запросах то есть вот по этим словам ищет сюда из собственно по этим словам продвигается сайт если он вообще продвигается и вот совокупность этих ключевых слов или словосочетания является сум cascade как сложное и понятие это вообще по идее когда вы делаете сайт вы можете сделать список, там, из десяти тысяч, условно говоря, или тысяч каких-то словосочетаний, которые описывает ваш сайт. И вы должны эти словосочетания постоянно использовать для того, чтобы просто люди переходили по этим запросам к вам на сайт. Почему? Потому что, собственно, именно по ключевым словам поисковики ищут в соответствии с запросом пользователя. То есть, вот именно вот это важно понять. И если более подробно вы хотите почитать, просто перейдите по ссылке, но важно понимать, что вот ключевые слова – это то, каким образом вообще поисковики ищут информацию. И, ну, условно говоря, это такие роботы, да, я даже не знаю, как это представить, но, условно говоря, это какие-то роботы, которые вот именно ходят по сайтам, да, и индексируют их. И, может быть, я вот не знаю, видно здесь или нет на предыдущем слайде. В общем, если вы в любом каком-то поисковике на результаты выдачи нажмете, вот где-то рядом с ссылкой, да, то обычно там пишется, там, сохраненная версия. То есть, обычно сайт индексируется через какое-то, ну, определенное конкретное время, и бывает так, что, например, вы уже удалили материал, а он еще в поисковике есть, потому что он есть в сохраненной копии. То есть, вот такие нюансы тоже есть. С ключевыми словами и релевантностью понят. То есть, и релевантность, это вот, говорю, мне кажется, еще самое важное. То есть, вы должны понимать именно, каким образом сформирует запрос ваша цель в аудитории. То есть, например, вы пишете о каком-то направлении или, там, о какой-то проблеме, и вы точно должны понимать, каким образом пишется запрос. И мы дальше посмотрим немножко, как это сделать и с помощью чего. Поисковая оптимизация. Опять же, банальная вещь, да, и что это такое? Кстати, что такое SEO, да? То есть, многие путают SEO и SEO как первая буква C. То есть, там, ну, как бы, условно, там, допустим, гендиректор компании, а SEO – это именно Search Engine Optimization. И что это такое? Это, в общем-то, по сути, это комплекс мер для поднятия позиции сайта в результатах выдачи поисковых систем. И нужно понимать, что это, как бы, опять же, не единственная какая-то вот такая штука, которую вы просто где-то взяли магически в коробку, что-то засунули, а у вас на выдаче уже раз, и вы там вверху. Совершенно нет. И, опять же, важно понимать, что ваша позиция сайта в результатах поиска, она чем выше, тем выше, чем больше, во-первых, соответствует ключевым словам, и чем больше людей, заинтересованных в этой теме, о чем вы пишете, переходит. То есть, условно говоря, если ваши материалы становятся наиболее популярными и все популярными и популярными, то вы будете подниматься все выше, выше и выше. То есть, там, есть такое понятие, как высокочастотные запросы, низкочастотные запросы и так далее. То есть, это тоже, ну, это определенные нюансы, но просто нужно понимать, что если вы пишете материалы и больше людей становится, как бы, их читателями, то вы таким образом поднимаетесь вверх. Это вот, как бы, принцип очень хороший. И это, собственно, базовый такой бесплатный принцип подачи. То есть, не подача, а продвижение вашего сайта и подъема его вверх. С чего начать вообще для, ну, там, понять вообще, что нужно для того, чтобы ваш сайт был хорошим и чтобы вас читали люди и чтобы все было здорово? Как со стороны контента и так со стороны, собственно, самого сайта. То есть, там, каких-то кодов и так далее. То есть, я рекомендую в первую очередь просто открыть Яндекс. Есть там у него помощь и такой есть раздел «Советы вебмастера». То есть, это человеку, который занимается сайтом. Но если вы занимаетесь сайтом, то вы тоже считаетесь вебмастером, потому что вы, как бы, регулируете всю его деятельность. Поэтому просто перейдите вот сюда и почитайте, потому что там действительно есть много ответов на вопросы и, по сути, можно понять, что такое вообще по представлениям Яндекса хороший сайт, да? Что он хорошо индексируется, что он появляется в топе, и вообще, что нужно для этого. Все на русском языке, поэтому банально просто нужно потратить на это время и понять. Но, опять же, нужно сделать замечание, что Яндекс и Гугл – это разные поисковые системы, поэтому у них не всегда одинаково работают какие-то вещи. Поэтому то, что будет работать, например, для Яндекса, совершенно не значит, что будет работать для Гугла и наоборот. Но нужно стремиться к тому, чтобы делать это обоюдно, потому что никто не знает, например, да, хотя на самом деле знает. То есть вы должны понимать, откуда к вам приходит ваша сервовая история и ваши пользователи. Но это нужно все исследовать. И нужно нацелено быть, естественно, на то, чтобы быть не только под, условно говоря, Яндекс сделанным, но и под Гугл. Также следующий – это Яндекс.Вебмастер. Это такой вообще, условно говоря, сервис бесплатный, также который говорит о том, что вам нужно что-то поправить или сделать. Вот как вы видите, вы можете просто под своим аккаунтом Яндекса войти и проверить вообще те вещи, которые способствуют правильному, вообще правильной индексации вашего сайта. То есть проверить орфографию, robots.txt файла, xml файла. То есть карту сайта можете проверить. Ну, то есть на самом деле достаточно много вариантов. И, ну, как бы, чтобы понять, что это такое, как раз вы можете это сделать в течение проверки. Потому что это будет здорово тем, когда вы делаете это прям, ну, как бы без отрыва от практики, да. То есть вы не просто читаете, вы берете прямо на своем сайте и проверяете. Это бесплатно и это ничего не стоит. Это стоит только ваше время. И хотел остановиться конкретно еще вот на чем, что, условно говоря, чтобы продвигать ваш сайт, естественно, нужно понимать вообще, кто ваша целевая аудитория. А чтобы понимать, кто ваша целевая аудитория, обязательно нужно что? Правильно. Измерять эффективность и вообще статистику смотреть вашего сайта. И это можно делать с помощью многих ресурсов, один из которых, например, это Google Analytics. Опять же, есть Яндекс.Метрика, то есть достаточно много и других, на самом деле, бесплатных сервисов. Но, как бы, опять же, есть два вот таких самых крупных. Это вот у Google и у Яндекса. Поэтому, если, например, вы, там, у вас есть свой сайт. И, кстати, вот вопрос, вот, ну, и как раз я проверю, как меня слушают. Вот у вас есть сайт, да, вот вы измеряете аналитику с помощью чего? И вот напишите, пожалуйста, кто может. А я пока расскажу дальше. То есть, вот важно, опять же, понимать, кто ваш целевая аудитория. А с помощью, например, вот Google Analytics можно понять, откуда люди приходят к вам на сайт. Соответственно, можно понять не только откуда приходят, но и каким образом они формируют запросы. Поэтому, если у вас есть обширная статистика вашего сайта, например, за долгое время, хотя бы три месяца, то вы можете понять и сделать выводы определенные, например, по каким словам вас вообще ищут или не ищут. То есть, например, у вас может быть впечатление одно какое-то, да, но по статистике вы увидите, что все совсем другое. Поэтому, вот тут, кстати, Нина ответила, что она совсем никак не измеряет. И Оля не измеряет, а вот нужно измерять. Это, на самом деле, как бы бесплатно и несложно, поэтому посмотрите один из наших вебинаров, там я как бы рассказываю о том, как это сделать. Это действительно несложно. Ну, опять же, многое, конечно, еще зависит от того, на чем сделан ваш сайт. Если он сделан просто, там, без CMS, да, какой-то, а именно просто, там, с нуля, это, конечно, тяжело, там, ну, я имею в виду, тяжело прикрутить это как-то. А если, например, это как, там, стандартный WordPress, то намного это все проще и это, ну, как бы, действительно очень все просто. И надо начать, естественно, с аналитики, как я уже сказал. И вот, ну, я не знаю, мне кажется, там, 70% выводов можно сделать оттуда. И важное замечание еще раз, что аналитику вы должны отслеживать, там, за долгий промежуток времени, не за неделю, не за месяц, хотя бы за три месяца. Потому что, во-первых, вы можете таким образом уже посмотреть сезонность. То есть, я об этом тоже дальше немножко скажу. То есть, как мы понимаем, что со сменой даже времени года, да, многие запросы меняются. В зависимости от того, конечно, что вы делаете. Но, тем не менее, они действительно меняются. Поэтому то, что работает зимой, не будет работать летом. Окей. Двигаемся дальше. И поговорим сейчас про инструменты. Я уже перейду к тому, чтобы просто показать это. И как бы, как вообще оптимизировать контент и что делать. И я тут написал такой один слайдик, где просто перечислил, собственно, порядок того, что вообще как бы, ну, самое простое, что можно сделать для того, чтобы у вас все-таки ваш сайт стал более оптимизированный, чтобы поисковая выдача как бы вас приветствовала более такими хорошими результатами. Первое, что нужно сделать, это посмотреть и выделить поисковые запросы вашей целевой аудитории. Итак, чтобы это понять, нужно, во-первых, понять, что такое целевая аудитория и кто ваша целевая аудитория. Надеюсь, что вы все, там, у кого есть ваш сайт, вы точно знаете, кто ваша целевая аудитория. То есть, для кого вы работаете, кто эти люди вообще, что они делают, чем занимаются. То есть, вот, мне кажется, вот это важно. Дальше, посмотреть выделить поисковые запросы, вы должны понять, что вообще эти люди ищут. То есть, заходя к вам на сайт или просто, что они вообще ищут, да, помимо того, что они ищут информацию, связанную с вами. Это также можно сделать с помощью инструмента, например, Яндекс.Вордстат. Следующим моментом, когда вы поняли, собственно, что ищут они вообще и каким образом, и какие ключевые слова они используют, вы должны написать, собственно, в связи с этими ключевыми словами ваши материалы. То есть, по сути, нужно по-правильному. Честно говоря, вот я даже это не делаю. Вот как бы я пишу статьи, да, но я не всегда это делаю. И вот я как бы себя ругаю за это, но это неправильно, и я надеюсь, что я буду делать это. Потому что каждый раз, когда передо мной стоит какая-то определенная задача написать статью, первым делом, что я должен сделать, это действительно пойти поискать, с помощью каких поисковых запросов вообще будут люди нас искать. Другой вопрос, что в зависимости от вашей статистики, вашего сайта, нужно обязательно смотреть вообще количество, процентное соотношение того, сколько людей вообще заходит на ваш сайт просто из поисковиков или там новая целевая аудитория, откуда она берется. То есть, возможно, ваши каналы продвижения, такие как социальные сети, они намного развитее, да, и они, например, приносят вам просто огромное количество, там, не знаю, переходов на ваш сайт, хотя никто не спорит о том, что если вам, там, ваш сайт будет более оптимизированный и больше людей его узнают, хуже-то не будет. Поэтому, исходя из понимания тех поисковых запросов, с помощью которых люди ищут информацию, да, вы должны, это те ключевые слова, это словосочетание, как бы, обязательно размещается внутри материалов. Например, если вы пишете материалы благотворительности, то вы должны это слово, в прямом смысле слова, включить в заголовок статьи, если у вас есть какая-то таблица, обязательно в таблицу, если у вас есть фото и видео, обязательно в подписи и так далее. Как мы знаем, большой минус в чем? В том, что обычно, когда мы размещаем фотографии на нашем сайте, мы почему-то ее очень странно подписываем или вообще не подписываем. И подписываем, я имею в виду, даже не для вас, не для тех людей, которые смотрят, да, статью, а для поисковиков. И вот в чем проблема? В том, что, например, когда мы вводим в поисковике какой-то, там, запрос, да, например, там, грибы, то, например, если вы, там, на сайте размещали у себя какой-то материал, да, и, условно говоря, про грибы, неважно, и не подписали, то, естественно, что поисковик, он, как бы, не будет знать, что вот эта фотография, она об этом. То есть, смысл в том, что если вы будете правильно подписывать фотографии и видео, это уже очень сильно продвинет вас, на самом деле. Конечно, для этого есть другие варианты, есть куча сервисов, типа, там, Pinterest и так далее, которые позволяют пользователям сохранять себе фотографии в наборах на сайте Pinterest, на сервисе. Но, ну, как бы, это, не все просто об этом знают и так далее, но, тем не менее. То есть, смысл в том, чтобы везде включать ключевое слово, где только можно, ну, не очень, как бы, концентрировано, да, то есть, это должно быть название в заголовке и так далее. И важно, что текст, по сути, должен быть хорошо структурирован. Это говорит о том, что не должно быть просто один абзац какой-то, да, формата А4, там, сплошно такой текст, совсем нет. Во-первых, должно быть действительно абзац и должны быть обязательно заголовки. Это тоже я сейчас покажу, главное мне это не забыть. То есть, имеется в виду, что, когда, например, в WordPress вы пишете, да, вы можете выбрать форматирование абзац, можете выбрать просто текст и так далее, да. То есть, условно говоря, для пользователя это вариант того, как мы видим это, да, это что где-то в начале, например, статьи текст побольше у нас шрифт, да, а дальше у нас помельче. Так вот, для поисковой выдачи это тоже очень сильно влияет, и это также надо использовать. Третий пункт – это заполнить мета-информацию, все мета-теги, это title, это description, это все, что касается именно вашего сайта изнутри и все, что касается того, как поисковик вообще ходит по вашему сайту и что он индексирует. И если, например, вы, допустим, администрируете ваш сайт сами, вы это можете сами сделать. Если у вас, например, там WordPress, это действительно все очень просто, поэтому я написал плагин для WordPress, есть такой WordPress SEO by iOS, например. Ну, или там SEO all-in-one. То есть вариантов очень много, это, в принципе, достаточно просто. Опять же, если ваш сайт с нуля сделан, у вас не CMS, это очень сложно будет, потому что вам вручную придется прописывать эти все теги и описания и так далее. Это реально очень тяжело. То есть, что это такое? Это когда мета-описание – это все, что мы видим, когда, например, видим выдачу, то есть результат поиска, да. Во-первых, мы видим, ну, например, вы ввели благотворительность, да. Вот я сейчас перейду и покажу, наверное, это. То есть, когда мы вводим какое-то слово, да, мы видим результаты и видим, например, там, тайтл – это название статьи, по идее оно должно быть хорошо написано, и описание – то, что внизу написано, да. И не всегда, например, это корректно отображается, поэтому вот это нужно прописывать именно с помощью таких плагинов, либо самостоятельно. И четвертый пункт, что нужно делать, опять же, если мы говорим конкретно о некоммерческом каком-то сайте, который ничего не продает, а привлекает внимание, важно обязательно понять, что самое главное – это контент. Это то, о чем вы пишете, как вы пишете и так далее. И постоянное систематическое наполнение вашего сайта – это вот только это может принести плоды. То есть, если вы будете планомерно писать на ваш сайт, там, раз в день, раз в неделю хотя бы, там, несколько раз в неделю, да, и вы будете делать это уникальным, то есть, вы не будете полностью копировать чей-то текст, потому что поисковики это очень хорошо узнают и понимают, и они не будут индексировать ваши материалы, потому что они будут индексировать именно первоисточники. Поэтому вы… никто не говорит о том, что, как бы, нельзя заимствовать. Пожалуйста, вы можете заимствовать какую-то идею или статью, и, пожалуйста, напишите это своим языком просто, да, перепишите это немножко и так далее. Ну, как бы, все мы учились, все мы, как бы, да, там, учились в институтах, например, писали рефераты, а некоторые просто брали эти рефераты и, там, распечатывали, да, и приносили, просто меняя свою фамилию. Но это совсем неправильно, поэтому, по сути, нужно просто как конкретно и корректно работать над материалами, и это принесет вам, как бы, ну, пользу это точно. Потому что без этого просто вот ваша работа будет бессмысленна. И вот если вы полномерно будете выстраивать именно заполнение сайта новостями, какими-то историями и так далее, какой-то конкретной теме, где вы будете использовать именно те ключевые слова, по которым вас пользователи будут находить, тогда, естественно, что спустя какое-то время ваш сайт будет подниматься все выше, 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 и все больше людей будут узнавать о вас и будут переходить на ваш сайт. Иначе просто быть не может, потому что если вы пишете интересные вещи, уникальные какие-то, да, уникальные, это значит, вы пишете самостоятельно. То не может такого быть, чтобы через полгода к вам на сайт никто не зашел Это правда, такого не бывает Вот на это нужно обратить внимание Так, и теперь несколько слов о том, какие инструменты и что мы посмотрим А я пытаюсь посмотреть на время Да, время у нас еще есть, окей И первый из инструментов, это наш инструмент, называется интерактивная система аудита сайта НКО По сути, это именно нацелено на некоммерческую организацию Но вы можете использовать это, в принципе, в любом своем сайте Так, вопрос-вопрос Наталья спрашивает Я сейчас Наталью отвечу, все буквально через несколько слайдов Итак, что это такое? Аудит, это, собственно, такой, условно говоря, тест С помощью которого вы можете понять, вообще, как бы нормально у вас там составлен сайт Контент нормально расположен, все ли заполнено правильно и так далее Это именно для вот таких вот, для всех нас, да, кто не является разработчиками А кто видит, как бы это все вот таким обычным взглядом И это очень достаточно интерактивно и удобно И вы можете этим воспользоваться Сейчас я перейду просто на этот сайт и покажу, как это действует То есть это первое Второе, это, естественно, например, все, что касается ключевых слов и поисковых запросов и статистики Вы можете использовать Google Trends Или аналогия с Яндексом Это Яндекс.Вордстат, это подбор слов По сути, эти сервисы вам помогут понять вообще статистику того, что ищут люди А это очень важно Поэтому вот эти два сервиса, как бы мы сейчас посмотрим И по этому сервису, по Яндекс.Вордстат, по подбору слов я делал видеоурок Вы можете его также посмотреть И буквально там он длится 3 минуты Но я думаю, что будет понятно, если более подробно захотите посмотреть И вот WordPress SEO by Yoast Вы также можете посмотреть и установить себе на сайт, если его еще нет Ну, как бы это один из таких самых важных плагинов для вашего сайта на WordPress Да, и теперь мы сейчас перейдем, посмотрим А я пока все-таки отвечу на вопрос тогда Натальи Ну, в принципе, первый вопрос Наталья написала такой Можно ли достичь успешного продвижения исключительно с помощью грамотной SEO-оптимизации текстов? Я думаю, что своим рассказом я ответил на этот вопрос, что действительно можно И это действительно так И это самый базовый принцип оптимизации бесплатный Вот реально, это самый базовый И второй вопрос Это насколько WordPress SEO by Yoast успешно справляется со своей задачей Некоторые специалисты говорят, что любые стандартные формы по SEO неэффективны Ну, отвечу вам следующим Что, во-первых, что-то лучше, чем ничего Это, во-первых, во-вторых, специалисты так часто говорят Потому что они рекомендуют обращаться именно к платным каким-то сервисам, да И получать платные услуги Но совершенно никто не говорит о том, что тот же WordPress SEO by Yoast Он вам поможет И если вы не будете вообще ничем пользоваться Ну, как бы, это будет, конечно, хуже Вопрос только, как бы То есть, вот насколько быстро, наверное, скорее всего Вы увидите результат Но то, что это помогает, это действительно помогает Просто вы можете увидеть по каким-то критериям, да Вы можете это увидеть по отображению вашего сайта и так далее Просто Так как это все бесплатно И так как вы можете потратить только свое время Ну, мой ответ, наверное, прост, да Вы просто берите и тестируйте Мне кажется, это правомерное и это самое важное То есть, вот, ну, как бы Может быть, вот действительно для определенной системы Там, например, для WordPress это будет работать А для другой системы, там, что-то похожее не будет работать Поэтому Самый адекватный ответ тестировать Но я за то, что есть куча бесплатных вариантов С помощью которых вы можете начать это делать И, ну, опять же, да Мы же не продаем какие-то глобальные вещи, да Мы же не хотим, чтобы у нас был миллион, там, человек в день, да То есть, у нас нет таких потребностей Поэтому, скорее всего, это будет нормально Виктория спрашивает Можете посоветовать плагин для Joomla? К сожалению, не могу, потому что я не очень знаком с Joomla И, как бы, мы у нас сайты на WordPress К сожалению, да Поэтому, не знаю Не могу ответить Так, давайте теперь сейчас перейдем Я покажу свои Ну, то есть, хочу показать просто эти ресурсы Сейчас я только вспомню, как это делается Так, 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 так Сейчас, секунду Так Так, по идее вы теперь должны видеть то, что вижу я А я, например, сейчас вот перешел куда-то в другое место, да И, соответственно, открыл сайт, например, Теплиц Вы должны это видеть Вы можете развернуть в полное окно, чтобы было видно А я вернусь обратно и буду смотреть Да, видно Я периодически буду, как бы, приходить обратно, чтобы просто смотреть ваши вопросы Но, как бы, надеюсь, что все окей Так Значит, этот еще раз анонс про то, что завтра будет meetup Обязательно, ну, как бы, рекомендую сходить Так, и что я хотел показать И с чего начать Так, 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 так Давайте начнем, наверное Давайте я просто пролистну сейчас быстренько Нет, не буду пролистать, ладно В общем, ключевые слова Давайте откроем просто сначала какой-то сайт Например, у нас есть такой сайт, который мы делали для видеокурса Просто не хочу показывать на сайте Теплиц, потому что там все сложно Здесь немножко попроще И вот, например, касательно SEO by Yoast Когда вы устанавливаете WordPress, то у вас появляется такой раздел И как он работает То есть вы открываете какую-то там запись, например Либо создаете новую запись И открывая ее То есть Ну, условно говоря, такой шуточный такой сайт был Ну, на самом деле, не шуточный А действительно Существуют такие организации, которые занимаются тем, что они Берут котят или кошек и потом отдают новым владельцам Так вот, когда вы, например, устанавливаете этот плагин У вас после материала вашего сайта, да Есть такая вкладка И очень много вкладок, на самом деле С помощью которых вы можете писать то и то представление Которое будет, собственно, для поисковика И вот, например, фокусное слово, да Ну, то есть, например, что мы хотим То есть, как найдет человек наш сайт Что он будет вбивать Ну, например, смотрите Если этот сайт – это сайт организации, которая берет котят И отдает новым, как бы, людям Соответственно, часть аудитории – это те люди, которые хотят взять кошку То есть, ключевым словом, может быть, там взять кошку Или взять котенка И вот, что интересно, то нам предлагаются сразу определенные варианты здесь И мы можем просто вот Просто какое-то время должно пройти Сейчас он должен обновиться В общем, таким образом, вот этот плагин позволяет Как бы правильно указывать ключевые слова И также правильно давать название Как мы видим, когда мы ввели ключевое слово Он нам вот что показывает Что, как я уже говорил В заголовке этого слова у нас нет В заголовке страницы у нас нет В ссылке у нас нет этого слова И в содержании тоже нет Если я сейчас возьму И, например, в содержании взять котенка Здесь напишу взять котенка Ну, это я просто делаю быстро То есть, это, соответственно, надо правильно писать, да? То, как мы видим, у нас уже будут такие зеленые yes Это значит, что все хорошо То есть, вот этот плагин, он позволяет, в принципе, пошагово делать то, что нужно делать И метаописание, это я уже то, что говорил Это то, что видит вот как бы в поисквике, да? Мы видим Ну, давайте вот, да Вот сейчас я веду вот таким образом Чтобы точно было отображение То есть, например, заголовок будет таким Взять котенка, джейсика, пшистая кошка из Воронежа, да? А описание Вы можете любое написать Если Вы хотите взять котенка То мы в этом вам поможем И, соответственно, таким образом Вы можете либо вручную, да, копировать И писать описание Либо, там, делать как-то еще Соответственно Ну, я не знаю Сейчас Насколько быстро просто индексируется Сайт, я не знаю Если я это опубликую То Посмотрим, что произойдет То есть, если я вот так вот возьму просто И в поисковике сейчас забью То, наверное, все-таки пока не будет Результата Но, тем не менее, есть другие результаты Так вот, видите, вот Правильные подписи внизу Вот это все, это как раз Описание, мета-описание И очень плохо выглядит, когда есть Там, троеточие, да? А вот видите, здесь, например, все Достаточно четко написано То есть, вот на самом деле Описание тоже очень сильно влияет Потому что, как мы действуем Да, вот мы, например, ввели наш запрос И потом видим вариант ответов Естественно, что более адекватный И релевантный Он, как бы, нам подходит И мы открываем То есть, когда там есть троеточие Это очень, не очень хорошо Поэтому нужно правильно, как бы, это все заполнять И вот этот плагин Нам в этом очень сильно помогает Плюс Есть такое понятие Второй кладки Как анализ страницы Вы можете перейти сюда И тут, опять же, все на русском Говорит вам о том, что нужно сделать Чтобы было все хорошо И тут есть такая классная Цветовая презентация Как бы вашего положения То есть, если зеленый Это все хорошо Такой оранжевый Это, ну, не очень хорошо Надо что-то изменить А вот красный Это вообще все плохо Вы просто берете, да? И по пунктам все делаете так, как нужно Таким образом Вы ваши материалы Будете оптимизировать очень хорошо Для того, чтобы поисковики Это, как бы, тоже видели И здесь также можно Там посмотреть Очень много настроек То есть, в принципе, даже можно Пользоваться вот этими двумя вкладками Общими и анализ страницы И вот поверьте мне Что буквально там Спустя там Неделю, две, месяц Ваши материалы уже будут лучше индексироваться Так Перейду сейчас назад Вопросы Насколько ухудшается Или вообще убивается оптимизация Когда меняешь Тайл Тайтл Тайтл Я не могу на этот вопрос ответить Я понял, о чем вы спрашиваете То есть, я не знаю Это все зависит от того Насколько часто Ну, как бы, индексируется Своя страница Но, естественно, что это плохо То есть Нужно делать это заранее Спустя какое-то время Все-таки Например, у вас будет Обновление Именно в поисковике Но лучше делать это заранее Ну, как бы, если есть Такая возможность А если нет, то, ну, безусловно Ну, как бы Ну, это Хуже точно не будет То есть, просто с течением Какого-то времени При новых индексациях Просто произойдет именно такое А почему не происходит Эта индексация Не только потому, что Просто еще раз Поисковик ищет А просто потому, что люди ищут А если люди Хоть кто-то заходят Или вы сами заходите Да Хоть кто-то, да Вообще То, опять же Это будет искаться Фокусное слово И мета-описание Не отражается На внешнем сайте Нет, не отражается Да И вы это видите Только именно в поисковой выдаче Либо это может отражаться Вот Секунду Вот здесь То есть, например Ну, на самом деле Наверное, нет Я просто хочу показать Но мне кажется, что это не то Вот, что я хочу сказать Часто, когда вы пишете Материалы на вашем сайте То бывает так, что В зависимости от темы Дизайна и так далее У вас также есть Некоторые превью-описания И вот Чтобы оно тоже было Правильным, корректным Вот, надо правильно добавлять Именно Как бы Мета-описание Но это не совсем Это, ну, наверное Это никак не связано То есть Не напрямую связано Скажем так С тем описанием Которое для поисковых систем Потому что, например На нашем сайте Здесь корректно отображается А здесь нет И не потому, что мы так не делаем Да Потому что просто это Как бы Ну, такой дизайн И Такие вот блоки И мы не можем с этим ничего сделать То есть, по крайней мере Я не могу сделать Потому что я не являюсь разработчиком Я не могу писать код Так Переходим обратно И С этим понятно Фокусное слово метод Так А если есть метки Теги Все равно нужно прописывать Ну, условно говоря Вы можете это проверить просто Да Вот, например Вы сделали материал Мария спрашивает Я отвечаю Так Если вы Сделали материал И Поищите этот материал Сами Из Режима инкогнито И посмотрите Как он отражается Если вам все нравится Как он отражается Отображается, да То, в принципе, все окей И Ну, другое дело Что он должен быть Именно релевантен На вашу целевую аудиторию Вот и все Так С этим понятно То есть, вот WordPress by SEO В принципе, делает Такие хорошие вещи И очень достаточно просто Теперь Собственно Как писать Правильно текст Используя ключевые слова Давайте перейдем Наверное В Google Trends И потом В Яндекс Вордстаб По сути, это Одинаковые сервисы Тут Они о чем говорят Все вот эти Оба-два сервиса Они говорят о том Вообще Что люди искали То есть, как вы видите Тут тоже все на русском языке И очень достаточно Все интересно и просто Во-первых, вы можете Сделать анализ Например Что искали в России И за какое время Например Что искали за последний год И какой категории То есть, например Если вы занимаетесь Ну, допустим Люди и общество И динамика Вот Как бы такая Вы можете, например Посмотреть Похожие запросы Что вообще искали И популярность какая То есть вот Ну, то есть С помощью этих Результатов Можно понять вообще Статистику Каких-то ваших Поисковых запросов Ну, условно говоря Давайте благотворительность Введем Вот, видите Благотворительность Она следующая То есть Давайте За 12 месяцев Посмотрим За год И Я в своем видеоуроке Это приводил Смотрите Вот На самом деле Вот эта статистика Она очень такая Показательная Что вообще О чем она говорит Ну, допустим Вы Собираете деньги На вашем сайте Да И вы хотите написать Какие-то статьи И вы это решили сделать В июле И когда вы не знали этого Вы берете и пишете А почему-то удивляетесь Потом, что ничего вам Не получается у вас сделать А, собственно В чем ответ-то? А в том, что есть сезонность И Почему? Потому что у нас летом У всех отпускает Как мы видим В летнее время года Практически Запросы по благотворительности Они вообще нулевые То есть Люди даже Которые хотят Например Отдать деньги Они совершенно Не делают этого Потому что они В отпусках Поэтому Следует это делать Совсем в других Временных Ограничениях Например, как мы видим В феврале В топе Вот Или там В ноябре Это было Причем С чем это еще Может быть связано С тем, что Например Допустим По телевидению Или там В интернете Прошла какая-то акция Или все увидели рекламу Или еще что-то И на самом деле Это очень здорово Потому что именно на этом Вы можете выехать То есть Таким образом Смотрите Значит Большинство людей Видит какую-то рекламу Видит, что есть какой-то фонд Они у них Это в голове откладывается Они уже Понимают, что Возможно Они даже потенциально Могут кому-то помочь Например, они забыли О том Какой-то фонд Или еще что-то И на фоне Вот этого Как бы На фоне этой волны Вы можете писать Материалы по благотворительности И те люди Которые, собственно Это ищут Они найдут Именно ваши статьи И перейдут к вам На сайт Это, знаете Когда Макдональдс Строит Свои Как бы Заведения То Собственно Есть такой принцип Если вы открываете Свой бизнес Открываете кафе Или что-то еще Обязательно делайте Это около Макдональдса Потому что Те делают Очень сильные исследования О том Где именно Ставить Свои Кафе быстрого питания Потому что Они все анализируют Например Лидской поток И так далее И так подобное Соответственно Самый простой способ Просто сделать это Рядом с лучшими Вот и все То есть Вот Это такие нюансы Которые помогают вам Понять Что делать Давайте перейдем Тогда на Wordstat И я просто Более подробно Покажу Что это такое Сейчас Ну давайте просто По поисковику Так Перейду назад Вроде Никто ничего не спрашивал Хорошо Так Wordstat Яндекс Wordstat Это похожий сервис Который Также Предоставляет вам Что Предоставляет вам Прогноз Показов По ключевым словам Вообще Прогноз Это очень круто На самом деле И статистику По тому Вообще В каких регионах По каким ключевым словам Это было То есть Например Если мы вводим Опять благотворительность То Мы можем Посмотреть по словам Вообще Что ищут люди Да То есть Естественно Что вот Верхняя строка Это условно говоря Сумма всех Нишек То есть Мы можем Посмотреть Вот статистику Показов В месяц И Что такое статистика Это Это предварительный Прогноз Числа показов В месяц То есть То количество людей В месяц Сколько увидит Вот эту тему На самом деле Это интересно И Правая колонка Показывает Что еще Было интересно Людям Которые искали Благотворительность И вот здесь Такой есть Некий лайфхак То есть Во-первых Помимо благотворительности Если вы пишете Вы можете Что делать Вы можете писать О смежных темах О которых Собственно Ищут люди То есть Если например Им интересно Ну понятно Что благотворительный фонд И благотворительная организация Как бы они Смежные тематики Да То немножко Другая формулировка Там Сбор пожертвований Или там Например Благотворительная Россия Или Благотворительная помощь То есть Или земская реформа 1864 года Ну условно говоря Да То вы можете писать О смежных темах Которые потом Релевантны будут Вот их запросам И употребляя Например Ключевые слова Из левой и справой колонки В материале Вот таким образом Вы будете притягивать Больше людей Прошу прощения Пока все понятно Ну как бы я просто боюсь Что нет Все вроде ничего не отрубилось А то просто вопросов нет И таким образом Значит Вы можете посмотреть Во-первых По регионам Это очень важно Например Если вы находитесь В определенном городе Вы можете посмотреть Статистику именно По своему региону Вы можете посмотреть По определенному городу Сколько вообще есть показов То есть условно Если вы пишете Какую-то конкретную статью Про какой-то город Или хотите призвать Например Ваших там Вашу целевую аудиторию Которая находится В определенном городе Пожалуйста Предварительно Посмотрите Вообще А как Собственно Как ищут люди Вот эту тематику В этом регионе Да И какая популярность У него есть Потому что колонка правая Она показывает популярность Это говорит о том Что если выше 100% Это значит Что популярность К этой теме растет Это очень важно Опять же Переходим к истории запросов И это будет то же самое Что мы делали сейчас На гугле То также мы видим Ну собственно Такую вот Закономерность Что летом Это проваливается И вот Это очень важно То есть Вот мне кажется Это вот классный Бесплатный такой Лайфхак Который вы можете использовать И просто не будете Тратить очень сильно Ну много усилий Опять же Для некоммерческих организаций Это большой плюс Потому что Если вы планируете Какие-то акции Проведение каких-то мероприятий Пожалуйста Посмотрите Вот это И посмотрите Вообще Как бы Это будет нормально Или нет Потому что Например Делать какое-то мероприятие В августе По краудфандингу Бессмысленно С этим понятно Вопросы есть Нет Наверное Нет Прошу прощения Так Что еще я вам хотел показать Я вам хотел показать Еще Ну в принципе Наверное могу Ссылки вам покидать Но в принципе Это есть презентация Так Давайте я Покажу Слайдом Просто Вы можете Мне напомнить Или Я сейчас Еще раз Просто могу Пропустить Что-то Интересное А да Давайте Посмотрим Аудит Так А сайт Мы виден Еще Или не Виден Так Теперь Должно Быть Видно Да Итак Если Перейти На аудит То Да Это Система Собственно Тестирования Вашего сайта И она Очень простая И в принципе Она нацелена Безусловно На такие Сайты Некоммерческих Организаций И Собственно Как это работает Вы просто С помощью Вопросов И ответов Тестируете Тестируете То Насколько Правильно Все заполнено Ну Можно просто Взять Там И Для примера Просто Парочку Провести Там Быстренько Сейчас Секунду У нас Например Тот сайт Который Я вам Показывал И вот Выбивается Сначала Ваш адрес Потом Ваши вопросы Пошли Вы должны На них Отвечать Например Находясь на внутренней странице сайта Можно ли без посещения Дополнительных страниц Понять Чему посвящен этот сайт И что он собой представляет Ну Делаете Там Какой-то ответ Ставите И Двигайтесь дальше И Таким образом Вы можете Во-первых Посмотреть Почему это важно И так далее То есть Это Именно Направлено На контент Это направлено На меню На навигацию И так далее Это тоже Очень будет Хорошо Влиять Все-таки На индексацию Вашего сайта И Так же Будет влиять Это не только На индексацию Потому что Например Когда человек Зашел на ваш сайт Он почитал Одну статью Совершенно Не очень круто Потому что Нужно Делать так Чтобы глубина Просмотра Была Больше А значит Чтобы человек Посмотрел Намного больше Страниц На вашем сайте А если У вас Будет меню Неудобное То тогда Просто Человек Посмотрит Ваш один Материал И уйдет Соответственно Это все Интересно И вы можете Таким образом Пройти этот тест И просто Ради интереса Посмотреть Сколько вы набрали И Это действительно Интересно Так Что еще В принципе Вот Наверное Все И Наверное Мне кажется Что подбор слов Подбор ключевых слов Это Наиболее Оптимальный вариант Для тех Кто Именно Занимается Такими сайтами Где вы ничего не продаете А именно Привлекаете Внимание И Пишите Правильный Контент Ну да Вы можете Посмотреть Сравнение То есть Ну действительно Такие вот Простые инструменты Достаточно Но Они Очень вам Могут Помочь Так Вопросы 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 Я что-то Не увидел Вопросы Так Окей Екатерина Сдает Вопрос По WordPress Еще Вопрос Первый В одной Статье Можно указать Одно ключевое слово Ну В принципе Да Здесь Можно Одно Ключевое слово Или Словосочетание В SEO Как там All in one Там Можно указать Несколько Ключевых слов Но В принципе Мне кажется Что С одной стороны Вот в этом Плагине Это правильно Сделано Потому что Индексация Будет лучше Просто Чем Концентрирование Тематика Тем лучше В русском языке Не работает Возможности Внесения Ключевого слова В адрес Сайт Ведь адреса На английском языке Но Тут Смотрите Какая ситуация То есть Да В русском языке Ну На самом деле Вы не совсем правы И не совсем прав я Почему? Потому что Вот Как я хочу Сейчас это показать По сути Вот Когда вы Пишите Какую-то статью Вот Эта вот Часть Вы можете Ее написать На русском Вот Смотрите Но Это Совершенно Не круто Да Нет Нельзя здесь Делать так Потому что Этот сайт Автоматически Переводит В общем Вы можете Это сделать На русском Давайте Я сейчас На сайте Степлице Просто Это сделаю Просто Ради Интереса Но Эта ссылка Будет Плохая И Наверное Это не будет Правильно Индексироваться То есть Вы можете Попробовать Но Это плохо Выглядит Это Как Сейчас Сейчас Секунду 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 То есть Вот Если Я Сделаю Такой Материал Да И ссылка Нет Не здесь Тогда Покажу Да Быстрее Вот так Наверное В общем Как вы знаете На Википедии Например Когда открывается Статья Это большой минус Честно говоря Мне это не нравится То есть Смотрите У вас В ссылках Русское Слово А когда Вы это Вставляете В ссылку Ну допустим Куда-то Копируете У вас ссылка Превращается Не превращается В общем Ну Я вот что Хотел сказать Что обычно Тут вместо Русских Символов Появляется Куча Вообще Других И это Не очень Удобно Поэтому Вы можете Попробовать Таким образом Делать Потому что Вордпресс Это позволяет Ну например Вордпресс Точно позволяет Так С этим я Наверное Ответил Чем это Плохо Для всего Это хорошо Да Это плохо Вот именно Для ссылок Потому что Ссылки Становятся Странными То есть Ну так как Сейчас уже Мы можем Вводить адреса На русском языке Как вы знаете Что много Есть ссылки В зоне РФ Как Наталья Пишет Действительно То вот Можете использовать Такую штуку Да Действительно Можете Но Боюсь что Иногда При копировании Ссылки Она может превращаться Русская ссылка В кучу наборов Символов К сожалению Это возможно Это зависит От многих фактов Поэтому Вы можете Попробовать Но Например Если вы Создали контент И указали Везде ключевые слова Не указали Например В адресной строке То Это не совсем плохо То есть Вы же сделали Практически 95% А как мы знаем Сейчас Да Что люди Просто Они Не Мы По сути Не копируем ссылки Да Мы копируем Мы репостим Их Или еще Как-то берем По сути Мы просто Не работаем Руками можете Все-таки Это делать Не за деньги И делать это Реально самостоятельно И вот 90% успеха Это ваши Уникальные материалы С ключевыми словами С исследуемыми Ключевыми словами Именно с теми словами Как ищут пользователи Материалы О которых вы хотите Написать И В связи Именно с тем Ну Допустим Там С сезонностью И так далее То есть Вот Wordstat Вообще Это очень крутой инструмент И вы здесь Можете много узнать Так Давайте Если есть вопросы Мы ответим на вопросы Если нет вопросов То мы можем заканчивать Потому что В принципе Время уже у нас прошло И Как раз я уложился в час Давайте я сейчас Пока не выходя Выложу презентацию Просто Скинул сюда Как ни странно Сейчас буквально 2 секунды Вы можете скачать в PDF А потом просто будет Пострелиз Вместе с Видео Ну просто Если вам нужна Презентация сейчас Самый простой вариант Получить ее Это вот так В PDF Да Так Я просто жду Когда загрузится И дам вам сейчас ссылку Так Окей Ссылка есть Вот Презентация Презентация Вопросов И так далее То что мы это делаем Для вас Соответственно Как бы Первый источник Это вы Так Какой-то вопрос еще был Так Сейчас Секунду В принципе Поисковых ссылок Кстати Да Если домен А если домен Не на русском То фигня Иногда Получается Честно говоря Так Окей Тогда я Останавливаю Запись И Всем большое Спасибо Всем большое Спасибо И Присоединяйтесь К нам На будущих Вебинарах И смотрите Наши записи Спасибо Спасибо